Что ни говори о настоящей внедорожнике, очень харизматичные автомобили. Иногда их приобретают только ради сурового внешнего вида, не собираясь испытывать их на прочность вне асфальта. Но производители все равно оснащают их всеми необходимыми опциями для покорения бездорожья. Рассмотрим несколько подобных новинок подробнее. Китайская корпорация Dongfeng недавно представила новый бренд Mengshi, под которым будет выпускать брутальные электрические внедорожники. Первенцем марки стала модель M-Terrain. Она построена на мощной раме и дополнена независимой подвеской. Силовая установка состоит из четырех электромоторов, по одному на каждое колесо. Общая мощность – 1088 л.с. Разгон до сотни за 4,2 секунды, запас хода до 500 км. Первые серийные экземпляры Mengshi M-Terrain производитель обещает представить к третьему кварталу 2023 года. Второй герой куда привычнее и хорошо известен на нашем рынке. Toyota Fortuner недавно прошла рейстайлинг. Прежде всего, посвежевший внедорожник появился на рынках Юго-Восточной Азии. Он получил новые диски, черные молдинги, решетку радиатора и подножки. Список оснащения пополнился климат-контролем, парктроником и системой мониторинга слепых зон. Старшие версии получили комплекс безопасности с адаптивным круизом и ассистентом контроля полосы. По технической части все осталось без изменений. Fortuner 2023 модельного года предлагается с дизельными моторами объемом 2,4 и 2,8 литра. Компания Chery, а точнее ее дочерний бренд G-Tour, показала концепт нового рамного внедорожника T1. Любители бездорожья оценят его агрессивную внешность. Из интересных фишек выдвижные дверные ручки и площадка для дронов на крыше. Будут доступны 6 видов силовых установок. Обычный ДВС, гибриды, подзаряжаемый, традиционный и последовательный, а также электромотор и водородный двигатель. Первые образцы поступят в продажу не раньше третьего квартала следующего года. Кстати, G-Tour уже озвучил планы выхода на российский рынок. Не исключено, что T1 мы тоже увидим. Да и чего скрывать, у нас такие модели популярные, свои покупатели наверняка найдут. И дело не только в бездорожье, а в особой любви к большим и мощным автомобилям.